девочки всем приветик вот она я сижу в салоне делаю педикюр сейчас хочу вам немножечко показать как здесь все оборудовано на наш карантинный период я вот решила сделать педикюр перед тем как я последний педикюр перед тем как я буду делать операцию на ноги я говорила что я буду делать операцию на ноги я потом отдельно сделаю очень большое видео такое как это я буду делать потом когда приеду в одессу буду вам все показывать рассказывать как я буду это подходите все остальное мой педикюр сделал я это в америке и за 25 долларов плюс типа еще даю потом думаю может быть я пойду маршалс мне нужно кое-что купить по мелочи так что я сегодня с вами проведу минут 15-20 я с вами сегодня какая у нас рама вот эта клеенка вот вот такой защитный здесь такой щит у нас и дело то что все с этим защитным щитом у нас и соседи со защитным щитом а вот и здесь идет вот такая вот штучка видите вот она да и между клиентами вот вот она здесь и здесь она такая высокая вот она видите да маникюр я здесь не делаю потому что я делаю сейчас маникюр сама приеду уже в украину сделаю да а давайте раз мы нас уже такая тема сколько стоит наращивание наращивание здесь стоит зависимости от вы еще где это будет наращивать никто это делает если русский это делают русские делают за 55 долларов 60 70 все уже в зависимости от того кто как работает они русские девочки работают как в салоне так и на дому здесь не у джорсии в основном все русский девочки работают на дому сколько я ходила к двум девочкам работать на дому одна девочка берет очень много у меня выходила чуть ли не 70 с лишним долларов ее ногти она делает хорошо но это очень дорого у нее точно также очень дорого педикюр где-то 55 долларов тоже очень дорого она делает аппаратные то есть фрезером работает по пяточки по подошве ну честно говоря я делаю то же самое сегодня ко мне пришел пылесосик до который втягивает пыль когда работаешь фрезером кстати вот фрезер вот он здесь вот такой это у меня дома и я себе делаю такой аппаратный педикюр сама поэтому я пылесос взяла чтобы пыль не разлетала так что вам еще такое сказать да ногти мои нужно уже делать они уже страшненькие это капец они уже и отросли и уже длина такая я тоже репту сама себе сделаю здесь и там уже я буду делать в одессу когда приеду и я не знаю подключусь может быть в магазине если я пойду сегодня туда если я пойду завтра ты ночи завтра подключусь сегодня пригласили нас с дочкой на лужи наш друг и посмотрим все будет время то я скажу вместе с вами магазинчик посмотрим что там и как давно я с вами не гуляла ну давайте до встречи и приветики мои дорогие я вот решила себе купить масочку вот эта черная маска она уже столетняя и оказывается сейчас маски это у нас дизайн не столько это защищает нас как это дизайн я буду поворачивать камеру и я хочу выбрать себе маску сейчас посмотрела в одном магазине маски две маски поддаются в паре около 20 тысяч долларов это нормально же я одну собиралась покупать за такую цену вот и огромное количество масок я сейчас вам их покажу я вам говорила как-то что маски это бизнес уже сейчас говняные приговняные возьму все-таки я те потому что здесь вот такое что-то вообще как такое ощущение что с трусов пошили маски вот честно я хочу себе что-то еще из вещей взять удобная спортивная отвратительные паши вот это все очень отвратительно все честно я покажу вам ту которую я куплю все-таки то мне больше нравится мне нравится больше качество и мне нравится она такая цельная ну и знаете а здесь такой ширпотреб вот она такого плана но это но это детский лепет на лужайке но это бред вот честно со стразами тоже бред это очень что с купальных трусов сделали весь личка знаете подрежали и чашечки прилепили вот эту всю фигню и вот на тебе вам пожалуйста вот маска это цыганский такой вариант честно нет не хочу я такую все показала вам немножечко масочки буду подключаться к вам когда я буду других же магазинчиков может быть что-то вот такая маска видите но для мужчин здесь вы знаете вот можно здесь и маску себе напечатывать и маечку что хотите вот гараж кстати очень хороший магазин и такой стильненький но мне джинсов не надо у меня уже столько джинсов я бы пошла наверно в пинг потому что у меня спинка очень много вещей всяких разных давайте я вам сейчас покажу в чем я вот мой любимый костюмчик который я купила за 100 долларов в украине без мои ли у себя я кстати никогда не думала что он станет моим самым любимым кстати девочки меня спрашивали где заказываю очки вот два байпа вот я не заказываю все свои оправы и мне там делают очки так сваровский я себя хотела тоже сваровский что-то я не уверена что мне здесь разрешат снимать но если скажут нельзя то значит нельзя вот семьдесят девять это телефонные самые телефонные с разными сваровский 79 я не считаю что это сильно дорого я помню вы дочки купила кольцо и часики за 300 вот яские за 300 и колечки здесь есть до 119 здесь вот такое есть да но я не сильно по кольцам не сильно по браслетам не хочу сильно во внутрь заходить я так вам чуть-чуть показала потому что они смотрят что я снимаю и я тебе очень комфортно чувствую я не могу с вами не разговаривать ничего не люблю когда мне подходит и горит мэм и нить он of your camera я до этого ее уберу так ну что пошлите дальше давно я с вами магазинчиком не ходила здесь это большой мол у нас в джорси сегодня у меня выходной я еще работаю завтра и работаю я еще субботу воскресенье я делаю это 30 число я вылетаю 30 30 числа я делаю себе тест на коронавирус утром и в этот же день ночи я вылетаю то есть как всех предупреждаю не более 48 часов должно пройти после того как вы сделали тест сейчас значит закрыли для всех туристов украина закрыла границы а так как я не туристка то есть у меня гражданство еще украинское даже если я получу американское гражданство то я все равно себе обновлю себе украинское гражданство в посольстве украинском нью-йорке или я не знаю где там я по души через три с половиной года планируем во флориду посмотрим так вот я поднимаю сейчас не буду еще покупать наверное я те масочки потому что я хочу еще все-таки посмотреть может где-то я сейчас найду немножечко другие сейчас иду я фариват фониман очень стильненький магазин не сильно дорогой и буду там что-то я смотреть я немножечко вам покажу а потом не надо сосредотачиваться будет все-таки на вещах потому что я не могу показывать вам и сосредотачиваться на вещах я зашла в магазин проверять мне не стали температуру хотя у него электронный термометр потом там сказал я половину ничего не поняла потому что через маску это все очень сложно то они говорят о чем они говорят обувь стать и здесь говняная сейчас еще летние сейчас будет летнее всего в распродаже цены будут хорошие на летние но я приеду в украину сколько там того лета будет сентябрь приятненькая такая стильненькая вот сейчас вот такие полу прозрачные вещи очень модные это так знаете просто на себя одеть и она функции никакой не выполняет круг кроме как фэшн вот ведь все сейчас вот пошла вот такая мода и среди какая прелесть вот я такие вещи люблю и 1 такие у меня сразу вещи у меня реакция я вам такое что-то буду показывать может быть кто-то шьет может быть кто-то что-то хочет не знает что я вам покажу и вы такие вот я поняла что я хотела смотрите интересно да какая цена у них 98 долларов давайте эти группы круглую по мере осмотрите и даже без солнца глаза уже поля черненькая какая классика и есть вот черненькая беленькая смотрите черненькая есть вот белая купила я вот такую маску видите здесь две маски но я могу носить салатовая кажется желтая нет это салатовая сторона голубая потом там черная и защитный вот этот цвет такой давно где вам покажу а вот давайте его на витрине покажу вот салатовая потом я могу ее выворачивать наизнанку и вот такая оранжевенькая я не хотел оранжевенькую но и цуки может быть я брату ее подарю взяла я так сколько я дала это стоит 25 долларов я заплатила видите 15 так пошлите немножко дальше походим я могу сейчас себе что-то купить покушать я хочу что-то покушать купить себе где-то здесь кстати вот эти массаж и здесь делают видите вот здесь вот я сейчас вам покажу вот такие массажи на спину делают можно я не знаю сколько сейчас стоит это было 20 долларов может быть я чуть больше уже это офигительно надо прийти дело за что знаете что я вам говорю что-то офигительная классно самое интересное что я ни разу не было это только мне все рассказывали поэтому я хочу попробовать не всегда платить по 70 80 долларов за маша за массаж потому что если у нас массажный салон мне пойти а я знаете сейчас куда я разворачиваюсь у меня садится уже батарейка я разворачиваюсь пойду вниз там есть не да я какой-то салат себе куплю посижу поем вот у меня салатик который я сейчас заказала и буду уже уходить смола я уже устала я не люблю тратить время здесь особенно выходные при том что у меня уже последние два рабочих не осталось салат народ сыр они она лук и что еще что-то я еще помидоры по моему сколько стоит 10 долларов дофига за траву я считаю на вкусно легко классно и вы знаете я научилась наедаться этим он не переделывал даже салат он не сделал полностью но добавил чересчур много уксуса я сказал нет этому уксуса с добавками и немножко масла здесь всякие такие добавочки там на специи вкусно но он чересчур много добавил чем выбросил все это опять все мне те же ингредиенты добавил и добавил чуть чуть меньше уже этого уксуса ну все давайте я буду кушать немножко с вами сегодня время провела давайте мои дорогие пока 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 Продолжение следует...